Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Продолжаем наше рок-путешествие по городу Смоленску. И сегодня мы решили посетить музей еще одного знаменитого смолянина, почетного гражданина Смоленска. Это Сергей Тимофеевич Коненков. Все мы прекрасно понимаем, что у каждой эпохи свои герои и свои знаменитости, и что время стирает в памяти людей и события, и лица, причем со скоростью обратно пропорциональной масштабу их воздействия на общественное сознание. Забываются и самые страшные события, и самые великие. Точно так же, как забываются и самые знаменитые люди своего времени. Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство наших слушателей, которые проживают не в Смоленске, понятия не имеют, кто такой Коненков, и в чем его заслуги и перед искусством, и перед Родиной. Поэтому я буквально вкратце расскажу об этом художнике. Надеюсь, что кому-то мой рассказ будет интересен. Музей еще одного знаменитого смолянина Сергея Тимофеевича Коненкова. Это знаменитый скульптор советский. Его творчество, конечно, знали во всем мире. За его работы ему присвоили звание Героя социалистического труда. Он стал народным художником Советского Союза. Он стал лауреатом Ленинской премии, он стал лауреатом Сталинской премии, академиком Академии художеств. Ну, в общем, все награды, которые можно, его всем наградили. Идемте в музей, послушаем про Коненкова. А вот и сам Сергей Тимофеевич. Немного похож на Льва Толстого. Музей ему открыли в Смоленске не просто так, а потому что он родился в селе Караковичи Смоленской губернии в далеком 1874 году в зажиточной крестьянской семье. Так как семья была крепкая и родители были умные люди, то они не препятствовали интеллигентскому увлечению сына живописью и даже оплатили его учебу в Московском училище живописи, вояния и зодчества. Во время учебы он проявил свой талант и вместе с другим будущим известным российским скульптором Константином Клоттом, сыном того самого Петра Клотта, из вояния милошадей которого украшен Аничков мост в Санкт-Петербурге, Коненков был направлен на учебу за границу. За счет премии, не безызвестного всем нам по названию Московской художественной галереи, мецената Сергея Третьякова. Коненкову удалось поучиться и в Германии, и во Франции, и в Италии. После возвращения из творческой командировки, он продолжил учиться в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств. За дипломную работу «Самсон, разрывающий узы» в 1902 году он получил звание «Скульптора». И вот тут очень интересный факт. Эта скульптура показалась руководству Академии слишком революционной и была уничтожена, несмотря на ее очевидную художественную ценность. Такое было предреволюционное время в России, и Коненков, как и многие молодые люди, был увлечен революционными идеями. Это потом мы все становимся консерваторами. Но кто в молодости не был революционером, тот жизни не понимает. И еще интересно то, что в Смоленском музее есть копия этой скульптуры, восстановленная самим Коненковым. В 1923 году по настоянию первого наркома просвещения РСФСР Анатолия Васильевича Луначарского Коненков со своей молодой женой Маргаритой Ивановной в девичестве Воронцовой уехал в США, в Нью-Йорк, откуда вернулся в Россию только через 22 года, в 1945 году. В Америке в 1935 году по заказу Принстонского университета он выполнил скульптуру Альберта Эйнштейна. Во время работы над скульптурой супруга Коненкова Маргарита Ивановна очень плотно общалась с великим физиком. И через него также познакомилась с Робертом Оппенгеймером, отцом американской атомной бомбы, с которым также начала часто общаться. Поэтому считается, что Луначарский рекомендовал Коненкову ехать в США не просто так, а потому что Маргарита Ивановна была сотрудником наших спецслужб. И благодаря общению с Эйнштейном и Оппенгеймером она поспособствовала созданию и нашей советской атомной бомбы. И еще, во время Великой Отечественной войны, находясь в Америке, но будучи истинным патриотом своей страны, Коненков большую часть своих гонораров передавал в Россию на вооружение Красной Армии. Но вернусь к творчеству смоленского скульптора. Чем знаменит Сергей Тимофеевич Коненков для русских и советских людей? И за что ему присвоили и звание народного художника, и академика, и героя социалистического труда, и сделали лауреатом многих государственных премий, и наградили многими орденами и медалями. Познакомившись с его биографией, и с его искренними, и с его искренними талантливыми работами, скажу, что награждали его точно не за подхалимаш и присмыкание перед власть имущими, а именно за его творчество, за его прекрасные работы. Это и скульптурные портреты простых русских и советских людей различных профессий, и скульптуры, иллюстрирующие события из жизни нашего народа. Это и бюсты, и памятники нашим великим соотечественникам, писателям и поэтам Пушкину, Гоголю, Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Пришвину, Маяковскому, Горькому, художнику Сурикову, режиссеру Довженко, военачальникам Жукову, Рокоссовскому, Коневу, Малиновскому, ученым Павлову, Циолковскому. Работы Коненкова отличает не только высокое профессиональное мастерство, что, на мой взгляд, является само собой разумеющейся чертой любого большого художника, но самое главное – умение отразить во внешнем облике изображаемого человека его внутренний мир, точно и глубоко передать состояние души человека, его чаяния, думы и стремления. Скульптурные портреты Коненкова поражают своей живостью, правдивостью и точной передачей главного в характере героя, самой его сути. На скульптурные портреты, выполненные Коненковым, можно смотреть часами. Это завораживающее зрелище. Я не мог оторваться от рассматривания Бюста Достоевского, хотя я видел много портретов нашего великого писателя, выполненных различными художниками – и Перовым, и Глазуновым, и Россинским, и Бобровым, и другими. Но ни одно его изображение так меня не поразило глубиной передачи понимания писателем трагедийности нашей жизни. Спасибо за рассказ, я свое впечатление. Вот Бродский как-то сказал, что до поэзии надо дорасти. Этот человек мыслит не жратве, извините за выражение. Видно, что человек думает о действительных человеческих проблемах, о чем задумался о вечном. Это вот видно. Потрясающе, потрясающе. А как точно Каненков передал величие, характер, неординарность и размах души нашего революционного поэта Владимира Маяковского. Причем он выполнил скульптуру поэта в дереве. Считается, что дерево было любимым материалом скульптора. Ну хоть постоять рядом с настоящим композитором, с Модестом Петровичем Мусоргским. Одно это уже сделает мою музыку, наверное, намного круче. Песни о родине я вам еще раз повторюсь всем рок-нашим музыкантам, особенно хэви-метал, попсор, репа, шансончикам. Только настоящая гражданская позиция. Чувство своего народа. Только это интересно. По-настоящему людям будет нравиться и сейчас, и позже. А если петь про что попало и о чем попало, это никому не нужно. Это не искусство. Хорошо, скажете вы. А какое отношение Каненков имеет к рок-музыке? А я вам отвечу. Самое непосредственное. Так как он создал ряд скульптур портретов великих музыкантов. Как наших русских. Сергея Рахманинова, Федора Шаляпина, Антонины Неждановой, Надежды Плевицкой. Так и иностранных. Иоганна Баха, Никола Паганини. Вы скажете, так это же не рокеры. Тогда и рок-музык это не существовало. На что я отвечу. Кто слышал музыку Рахманинова, тот однозначно скажет, что живи он в наше время точно был бы рок-музыкантом. А кто скажет, что знаменитые рок-гитаристы Ингви Мальмстин, Джон Петруччи, Стив Вай, Кирк Хэммет, Зак Уайлд, да те же наши Виктор Зинчук, Валерий Гаина из Круиза, или гитарист уже нового поколения Дмитрий Рубановский из Ауткаст не являются продолжателями виртуозной игры Никола Паганини. Только не на скрипках, а на гитарах. А Джимми Пейдж из Ледзеппелин, так тот вообще, как и Паганини, периодически играл на гитаре с мычком. Вот вам и прямая связь творчества Каненкова с рок-музыкой. А вы говорите. Но я хочу рассказать еще об одной работе Каненкова, связанной с музыкой. Это скульптура нашей великой фольклорной певицы Надежды Плевицкой, которую называли Курским Соловьем и которая жила и пела более ста лет назад. Честно признаюсь, к моему стыду я впервые о ней услышал именно в этом музее от экскурсовода, рассказывавшего о скульптуре Каненкова под названием «Женщина в русском сарафане». С большим интересом ознакомился с биографией этой прекрасной певицы и должен сказать следующее. У нас традиционно связывают народное пение с Лидией Руслановой, Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой. Все они прекрасные певицы, но, оказывается, первой продвинула народную песню на большую профессиональную сцену именно Надежда Плевицкая. Из ее биографии я узнал, что по рождению это была малограмотная, не знающая нот крестьянская девушка, но она обладала удивительным голосом, а также абсолютным музыкальным слухом и без труда справлялась с самыми сложными сольными партиями, благодаря чему ее заметили и вскоре она стала профессиональной певицей. Благодаря своему необычайному таланту она стала желанным гостем и в России, и за границей, и даже на императорской сцене. По рассказам очевидцев, император Николай II опускал голову и плакал, слушая ее песни. Вот такая вот связь Каненкова с музыкой вообще и рок-музыкой, как вы поняли, в частности. В заключение хочу отметить творческое долголетие Каненкова, которое полностью совпало с его человеческим долголетием. Он творил до последнего своего вздоха, а прожил он 97 лет. И был все время в здравом уме, доброй памяти и на творческом подъеме. Последний свой автопортрет из дерева с нарочитой, гипертрофированной демонстрацией своих человеческих и творческих качеств, и в первую очередь демонстрацией жажды к жизни и творчеству, он создал в 90 лет. Автопортрет поражает своей мощью и энергией. Такое может совершить только человек с молодой, не стареющей душой. Напомню, ему было в тот момент 90 лет. Вот что значит любить свою профессию, любить жизнь и любить свою страну и свой народ, который и есть неисчерпаемый источник и вдохновения, и творческой энергии, и жизненных сил для любого художника. И рок-музыканты не являются исключением. Но если подражать кому-либо, либо подражать Западу вообще, и петь оторванные от наших русских проблем, или от реальных человеческих проблем, песенки про наркоту и район, и про тяжелую жизнь урки, которые не знают, чем ему вечером заняться, то там черпать вдохновение и жизненные силы не из чего. Это точно не народное чаяние. Только такая жизнь, как у Каненкова, жизнь, отданная служению своему призванию, служению своему народу, честная, творческая жизнь, и является залогом душевного здоровья и долголетия. Таким и был Сергей Тимофеевич Каненков, знаменитый скульптор, почетный гражданин Смоленска и достойный представитель русского народа. А вот и памятник знаменитому смолянину Сергею Тимофеевичу Каненкову, герою соцтруда, народному художнику Советского Союза, знаменитому скульптору, работы которого находятся во многих музеях мира, не говоря уже о России, матушке. Два музея, здесь и в Москве, мастерская, музей-мастерская Каненкова. Прекрасный скульптор, во, и прожил 98 лет. Дай Бог нам всем такого творческого долголетия. Всем нам, рок-музыкантам, дай Бог нам прославлять нашу русскую рок-музыку, как это делал Каненков Сергей Тимофеевич. Он, правда, прославлял русское искусство, имеется в виду живопись и скульптуру. Наша задача прославлять русскую рок-музыку. Вот так. Всем привет! История Ивана Бесцензуры Расскажет рокер Валащук Валащу! Валащу!